Руки! Руки убери! Экипаж ГИБДД встретил этого пьяного юношу в микрорайоне «Строитель». Он шел в компании с девушкой и парнем и на всю улицу ругался матом. Сторонники полиции остановились и обратились к данному дому человеку с просьбой прекратить противоправное поведение, нарушающий общественный порядок. На что молодой человек не отреагировал, продолжил вести себя неадекватно и нарушая общественный порядок. Сторонники полиции сообщили ему, что он был доставлен в первую часть. Добровольно присесть в машину юноша не захотел. Ему применили физическую силу. Он ударил стража порядка по лицу так, что отлетела форменная кепка. Когда нарушителя пытались усадить в салон, он стал упираться ногами в машину. Надеть на жилистого юноши наручники оказалось не так-то просто. У него ломают две одни сутки. Он куда-то не ломает. Все, все. При попытке вырваться и сбежать, молодой человек запнулся за урну, ударился головой об дерево и рухнул без сознания на асфальт. Попутчики парня, которых, видимо, забавлял процесс задержания, после этого здорово перепугались. Очнулся парень уже в салоне патрульной машины. Куда его перенесли силовики. Плыл дебошир и ничуть не угас. Он пнул полицейского ногой и продолжил нецензурно его обзывать. Особенно юноша возмутила, что ему не дали закурить сигарету. Я тебя прошу, нормально. Ты меня нормально мог отпустить. Я тебя не отпущу, потому что снялся воли обвинения. Ты м***ь. Ты не греби меня. Ты БПСник. Ты не греби меня. А ты кто такой? Ты даже не представился. Я представил. Я тебе сейчас за это напишу рапорты. Да ты уже должен пять рапортов написать за то, что ч*** ты. Как ты говоришь. Ты разговаривай нормально. Ты даже не представился. Может, ты вчера погоны купил. Свою правоту молодой человек затем доказывал следователю, когда по факту оскорблений и причинения насилия сотрудникам полиции возбудили уголовное дело. Ругань в адрес стражей порядка юноша полностью признал, а вот умышленно нанесение ударов отрицал. Утверждал, даже если кому-то от него перепало, то это вышло случайно, во время борьбы. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова